На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Невидимка». По лаборатории, дробно стуча когатками по полу, бежит крыса. Она спешит спастись от людей, а может ищет, чего бы перекусить. Крыса забегает в пустую клетку, чует опасность, но не успевает среагировать. Нечто сильное и невидимое хватает ее и откусывает голову. Себастьян Кейн – гениальный ученый, несмотря на молодой возраст. Пытается найти решение проблемы, впившейся в мозги не хуже невидимого примата в тушку крысы. Это он при помощи своей команды сделал гориллу невидимой, и ему надо вернуть ей привычный облик. Но любые имитации эксперимента, проведенные на компьютере, говорят о нежизнеспособности его идеи. Себастьян отвлекается. На другой стороне улицы в окне показался силуэт девушки. Она пришла с работы, устала и готова отправиться в душ. Незнакомка снимает блузку, готовится снять бюстгальтер, но перед этим задергивает шторы. Эта сцена наводит Себастьяна на мысль. Он возвращается к компьютеру, строит новую последовательность и программа сообщает, что она рабочая. Доктор Кейн звонит бывшей девушке и коллеге Линди МакКей по видеосвязи. Линда уже спит, но отвечает на звонок. Кейн сообщает ей, что добился успеха и хочет испытать новую формулу прямо сейчас. Он созывает всех в лабораторию. Линда обещает приехать, выключает видеосвязь и идет к постели. Там ее ждет Мэтью Кенсингтон, еще один участник проекта, ученый и новый любовник Линды. Правда, об их отношениях пока никто не знает. Вся команда собирается в подземной лаборатории. Мэтью идет ставить укол невидимой горилле. Берет с собой тепловизионные очки, чтобы увидеть ее. Горилла из-за долгого нахождения в таком состоянии стала агрессивной и непредсказуемой. Она ранит Мэтью и сбегает. Доктор Кейн вовремя приходит на помощь. Вдвоем они изловили примата, вкатив ей транквилизатор из специального пистолета. В лабораторию приехали все ученые. Дженнис Уолтон, Сара Кеннеди, Картер Эбби и Фрэнк Чейз. Они готовятся к эпохальному возвращению видимости гориллы. Вводят специально подготовленный препарат. Эту честь берет на себя доктор Кейн. И примат начинает появляться. Сначала кровеносная система, затем кости, мышцы, нервы и все остальное. Горилла рычит от боли. Беснуется, привязанная к койке. Ее пульс учащается. Все медицинские показатели подходят к критической отметке. Она умирает прямо на глазах у группы ученых. Но те делают все, чтобы вернуть ее к жизни. У них получается. Горилла оживает и становится видимой. Вся команда радуется. Они готовы отпраздновать такое событие. Один лишь Кейн упал духом. Эксперимент закончен. Самая большая вершина его научной карьеры, к которой он шел много лет, покорена. Ему остается только вести бумажную работу, собирать данные и писать отчет для военных, которые спонсировали лабораторию. Коллеги собираются в ресторане. Звучат пышные тосты, раздается смех. В какой-то момент Кейн исчезает. Уходит на балкон, чтобы побыть в одиночестве. Его находит Линда. И ей он признается, что не хочет, чтобы эксперимент заканчивался. Ему хочется достичь новых вершин. Праздник окончен. Кейн, Линда МакКей и Мэтью Кенсингтон отправляются на специальное совещание с военными. Выступает с докладом Себастьян Кейн. Он рассказывает, что им удалось сделать несколько приматов невидимыми, но вернуть их видимость обратно они не смогли. Линда и Мэтью пытаются возразить, но Кейн не дает им. Военные же угрожают прекратить финансирование, если Кейн с командой не добьется результатов в ближайшее время. Уходя с совещания, Себастьян рассказывает коллегам о своем замысле. Он считает, что стоит им доложить о результатах, военные сразу отберут у них исследования. Если же им удастся провести испытания на человеке, все они навсегда войдут в историю науки. Возможно, им даже дадут Нобелевскую премию. Линда и Мэтью соглашаются молчать. Они ничего не рассказывают остальным членам научной группы. Говорят лишь, что военные дали добро на испытания препарата на людях. А подопытным вызывается быть сам Кейн. На эксперимент Себастьян идет в приподнятом настроении. Он не позволяет кому-либо ввести себе препарат, чтобы потом им не пришлось нести ответственность, если что-то пойдет не так. Его привязывают к специальной койке. Начинается процесс преображения, и в какой-то момент Кейн начинает исчезать. Все это сопровождается ужасными болями и мучениями. Однако организм Кейна выдерживает нагрузки. Абсолютно невидимого Себастьяна поместили в специальный бокс по соседству с подопытными животными. Он проспал 17 часов и, наконец, пришел в себя, когда его навещали Линда с Мэтью. Он чувствует себя странно. Свет бьет в глаза, потому как веки тоже стали невидимыми. В комнате Кейна установили тепловизионную камеру, чтобы следить за коллегой. Его оставили здесь для наблюдений, остальные же отправились по домам. Сара Кеннеди тоже осталась. Была ее очередь дежурить по лаборатории. Она задремала на своем посту. Пока она спала, Кейн подкрался к ней, расстегнул кофточку и успел потрогать грудь. Сара подскочила в панике, не понимая, что произошло. Когда она сообразила, что надо проверить, где находится Кейн, тот уже вернулся в постель. Сара успела заметить, как он ложится на место. Утром она сама была не уверена, что ночное происшествие ей не приснилось. Сара рассказала все коллегам. Также она сказала, что на ее расспросы Кейн отвечал, что отлучался из комнаты только за кофе. Происшествие спустили на тормозах, но все члены команды стали превращаться в параноиков. Теперь они не могли чувствовать себя в безопасности. Повсюду носили с собой термальные очки. В один из вечеров Себастьян подкараулил Линду за работой, когда никого в лаборатории не осталось. Он попытался соблазнить ее, но ничего не вышло. Наконец пришел день возвращения видимости Кейна. Его снова поместили на койку, пристегнули и ввели другой препарат, способный вернуть ему внешность. Однако что-то пошло не по плану. Препарат не сработал так, как должен был. Вместо этого он чуть не отправил на тот свет Себастьяна, его едва удалось спасти. При этом Кейн остался невидимым. Чтобы хоть как-то помочь коллеге, команда создала специальную смесь. Ей обмазали голову и плечи Кейна дали застыть. Получилась своеобразная маска, в которой Себастьян мог передвигаться и видеть свое отражение в зеркале. Мэтью, да и остальные члены команды работали не покладая рук, чтобы найти решение проблемы. Над Кейном ставили множественные эксперименты, но они не приводили к нужным результатам. В невидимом состоянии Себастьян провел уже больше, чем кто-либо из подопытных животных. Это сказалось на психике, сделав его более агрессивным и непредсказуемым. Анализы, облучение, иголки твои. Достало меня все это по самой никуда. В очередную ночь на дежурстве оставили Картера. Не в силах больше находиться в своей комнате, Кейн сообщил ему, что хочет покинуть лабораторию, прогуляться по городу. Картер не смог его остановить, а потому он позвонил Линде, чтобы сообщить о проблеме. Она и Мэтью отправились искать коллегу. Линда поехала на квартиру к Себастьяну, но нашла там только его одежду и маску. Когда Кейн приехал домой, он снова увидел в окнах напротив незнакомку. Она только пришла с работы и готовилась принять душ. Себастьян не смог унять свое желание, а потому отправился к девушке. Он позвонил в дверь, и когда соседка вышла посмотреть, кто пришел, проскользнул в квартиру. Дождавшись, когда девушка выйдет из душа и примется ухаживать за собой, Кейн повалил ее на кровать и надругался. Закончив, он увидел, как по его квартире расхаживает Линда. Он незаметно вернулся домой в тот самый момент, когда Линда собиралась уходить. В лаборатории собрались все члены команды. Они готовили термочувствительные очки и пистолеты с транквилизатором, чтобы найти, усыпить и вернуть невидимого коллегу в его комнату. Однако поисковая операция не потребовалась. Кейн вернулся самостоятельно, сообщив, что просто хотел развеяться. Линда была раздражена поступком Себастьяна. Она угрожала ему, что если тот снова уйдет без спроса, ей придется рассказать военным, что они провели незаконный эксперимент над человеком. В этот момент все члены команды узнали, что их спонсоры не давали разрешения на превращение Кейна в невидимку. Этой же ночью Линде приснился сон, как некто невидимый раздевает ее и пытается заняться с ней любовью. На следующий день Мэтью поделился радостью. У него, кажется, получилось исправить проблему препарата, но компьютерное моделирование показало, что придуманная им формула не работает. Эта неудача еще больше обозлила Кейна. Когда ученые покинули лабораторию, Себастьян решил действовать. Он больше не намерен сидеть в заперти, но и спрашивать разрешения выйти в город каждый раз не желает. Он подменил плату в камере, поставив в нее цикличную запись того, как он спит. А сам отправился в город. Кейн решил навестить Линду в ее квартире. Взобравшись по пожарной лестнице к ее дому, он увидел Линду с Мэтью, отчего взбесился и разбил стекло. Линда испугалась. Она сразу позвонила в лабораторию, но дежуривший там Фрэнк Чейз подтвердил, что Себастьян спит в своей постели. Когда же Кейн вернулся к себе, он в ярости убил подопытную собаку, которая тоже была невидимой. На утро убийство обнаружила Сара. На все вопросы Кейн отвечал, что ничего не знает, и спал всю ночь в постели. Коллеги проверили запись с камеры и убедились, что Себастьян не врет. Вечером Линда проверяла бумаги в своей квартире. Ее напугал внезапный сквозняк, вызвав подозрение. Девушка помчалась в лабораторию, чтобы лично убедиться, что Кейн на месте. Но в кровати она его не нашла. Линда догадалась, что он что-то сделал с камерой. Она быстро обнаружила замененную плату, созвала ученых и рассказала о своем решении. Линда откроет все карты руководителю лаборатории Говарду Крамеру, который и договаривался с военными о финансировании. Кейн же все это слышит, будучи невидимым. Линда и Мэтью отправляются к Крамеру и все ему выкладывают. За этим наблюдает Себастьян. Когда же пара уходит, он убивает Крамера, заманив его в бассейн, и тот не успевает сообщить военным о незаконном эксперименте. На утро Линда пытается дозвониться до Говарда, однако ей сообщают, что он утонул прошлой ночью. Она пытается позвонить из лаборатории военным, но телефон перестает работать. Уйти у нее тоже не получается, лифт заблокирован. Фрэнк Чейз выясняет, что Кейн удалил коды доступа всей команды из компьютерной системы, и теперь они заперты внутри лаборатории. Сам же Кейн сбегает из своей комнаты. Ученые вооружаются тепловизорами и пистолетами с транквилизатором. Они намерены найти Себастьяна и обезвредить его. Доктор Кейн оказывается более дальновидным. Он уже начал охоту на коллег, и первой он убивает Дженнис. Обнаружив ее труп, они отправляют на поиски Мэтью и Картера. Сами же следят за их передвижениями через компьютер. Спрятавшись на вентиляционной трубе, Кейн серьезно ранит Картера и вступает в схватку с Мэтью. После недолгой борьбы Себастьян вырубает противника. В последний момент Мэтью успевает спасти Линда, протащив его в проем закрывающейся двери. На помощь Картеру выдвигаются Сара и Фрэнк. Обнаружив еле живое тело, Сара оставляет коллегу и убегает за кровью, чтобы сделать переливание. Кейн настигает девушку в холодильной комнате и убивает. Мэтью и Линда находят Фрэнка у тела Картера, уводят его спасать Сару. Однако Кейн поджидает их. Он убивает Фрэнка, ранит Мэтью и закрывает его с Линдой в холодильнике, выставив термометр на максимальный холод. Пока Себастьян готовит взрывчатку, чтобы уничтожить лабораторию, Мэтью теряет сознание, а Линда находит способ выбраться из холодильника. Она вытаскивает Мэтью, сама же отправляется разделаться с Кейном. У нее почти получается, но в последний момент Себастьян берет вверх. Спасает девушку, пришедшей в себя Мэтью. Обездвижив Кейна, они понимают, что лаборатория скоро взорвется и со всех ног бегут к лифту. В шахте есть аварийная лестница, по которой они собираются выбраться наружу. Взрывчатка разнесла все в клочья, но Кейн выжил. Он настиг Линду в шахте лифта, скинул ее вниз, но девушке удалось выкрутиться. Вдвоем с Мэтью они одолели свихнувшегося ученого, скинув его в эпицентр взрыва. Сами же невредимыми выбрались наружу. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok